Здравствуйте, мы на Политека, я Инга Мизерия, и сегодня со мной на связи Александр Савченко, доктор экономических наук и ректор Международного института бизнеса. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Слышали мы всякие инициативы от Данила Гитманцева, говорил он про президентский закон, про новые налоги. Вот для меня, непрофессионала и многих наших зрителей, которые тоже не совсем понимают, о чем там говорится. Расскажите, пожалуйста, как изменится наша жизнь, если все это будет принято? Ну, инициатив много, но самое последнее это заплатить 5%, разместить деньги, которые есть у людей дома, в наличке, так скажем, на депозитные счета. Вот заплатил 5% и получил индульгенцию, что тебя никто не будет спрашивать, откуда эти деньги взяли. Насколько я понял, это добровольная процедура, то есть каждый сам будет решать, нужно ли ему платить 5%. Ну, я думаю, мало что изменится, просто будет небольшая турбулентность на рынке депозитов, на финансовых рынках. Почему? Много люди не понимают, зачем, почему. Ну, ко мне часто вот обращаются, что это все должны разместить деньги на банковских депозитов и заплатить 5%. Но, как я понял, нет, это добровольное дело. Ну, какая цель этой операции? Ну, скорее всего, если мы отбросим такую цель, как дестабилизировать рынок, да, вторая цель – это наполнить бюджет. Ну, по моему мнению, это фантастическая цель. Я уверен, что больше 2-3 миллиардов гривен бюджет не получит. Александр, вот смотрите, сейчас я просто дополнительный вопрос задам. Что может мотивировать людей те деньги, которые заработаны, очевидно, нечестным путем, с которых не уплачен налог, нести их в банк и платить эти 5% и афишировать эти деньги? Это было бы понятно, если бы наши налоговые службы, если бы экономические преступления расследовались, и люди бы просто пачками стояли в судах, и их бы судили за эту неуплату налогов, и чтобы не оказаться в тюрьме, они были бы готовы так делать. Зачем? У нас всех, кого берут, во всяком случае, из политиков известных людей, их отпускают. Ну, смотрите, как раз я думаю, что политики под е-декларациями уже давно, и они, поверьте, уже обосновали наличие своих денег и вне банковской системы, и в банковской системе. То же самое касается и олигархов, да? У них всё законно. Поэтому, кто остаётся, вы правы, это чиновники, коррупционеры. Но, как я понял из инициативы, чиновникам запрещено воспользоваться этой процедурой. И поэтому, ну, вот результат её будет, как мне кажется, нулевой. Шла речь о том, что за счёт этих денег можно будет повысить пенсии. Вы в это верите? Нет, я в это не верю. Я больше верю в очень простой момент, который почему-то игнорируется 30 лет. Смотрите, у нас 22% платят в пенсионный фонд только бедные и средний класс. А богатые, у которых зарплата и премии, и бонусы, там, больше 100 тысяч, а таких у нас очень много, они не платят эти 22%. Вот простой путь повысить доходы в пенсионный фонд. Очень простой и справедливый. Потому что мы единственная страна в мире, где бедные платят налогов больше, чем богатые. Вы знаете, я даже, такая пауза, я задумалась и как-то об этом не думала. А вот тогда почему, просто я помню во Франции, когда как раз для богатых подняли налог значительно, Жерард Депардье и еще некоторые известные богатые французы начали получать гражданство других стран, в том числе таких, как Российская Федерация. Почему Украина, выходит, такая конкурентная страна, до сих пор не предоставила или у нас не попросили гражданство вот такие люди? Потому что этот налог, социальные отчисления идут на зарплату. Понимаете, только зарплата. Для того, чтобы воспользоваться этой льготой, то людям из других стран можно создать предприятие, выписать себе заработную плату, как-то обосновать. Короче, это очень неудобно и дорого, и риски, что все может измениться, превышают выгоду. Поэтому вы правы, задача украинского государства должна быть не повышение налогов, а сокращение налогов, причем радикальное. Но все должны платить одинаково честно. Даже богатые чуть больше, чуть больше, не так, как во Франции. Вы помните, 70% это абсурд был. Но вот тогда заработает система. Что в Украине, потому что, опять же, возникают разные идеи, что в Украине будет с ПДВ, потому что вот и аграрии обращаются, и речь идет о том, можно понизить его, другие говорят, что это невозможно. Вот вообще, что будет, как вы думаете, и какие перспективы обоих вариантов? Ну, я выступаю за единый ПДВ, может быть, за исключением двух-трех конечных позиций, то есть товаров для бед. Там могут быть намного меньше ставки, ну, скажем, 5%. Почему? Потому что какие-либо манипуляции, вернее, так я скажу, через манипуляции будут подводить 5% продажи будь чего. Мы тут мастера полностью. И поэтому я... Так, или его надо отменять в ПДВ, или держать на уровне 20%. Я, конечно, выступаю за отмену ПДВ. Почему? Потому что и президент, и его команда заявили, что мы движемся к государству в смартфоне, так? Вот. ПДВ не предполагает возможности онлайн-уплаты налогов. Там обязательно будут компенсации. Поэтому, как по мне, лучше перейти к налогу на продажи. Да, продажи плюс налог на импорт. Вот. Где-то на уровне 5%. А продажи на экспорт в зависимости от сложности продукции могут быть 1-3%. Там зерно 3%, так? А, допустим, макароны, если мы будем продавать, то 1%. И мы таким образом и стимулируем наш экспорт, и упрощаем систему, и тогда можно запустить действительно революцию в налоговой схеме. То есть не то, что предлагает гетманцев новые отчеты, новые бумаги, новые там какие-то налоги. Налоги, наоборот, нужно сократить, оставить минимум, и все должно уплачиваться в реальном масштабе времени. Вот получил зарплату, заплатил налог и социальные отчисления. Там продал товары, заплатил автоматом налог на продажи. И тогда действительно мы можем тут оторваться от других стран в мире, можем перейти на онлайн-систему уплаты налогов и ликвидировать отчетность. Вообще это может быть настоящая революция, если налоги будут небольшие. Александр, смотрите. Не будут меняться. Смотрите, вот сейчас, если произвести эту революцию, особенно во время коронавируса, тяжелой экономической ситуации, понимая, что огромное количество людей в стране все-таки не платит налоги или платит их не в полном объеме, огромное количество людей либо нетрудоустроены официально, либо получают большую часть зарплаты в конверте. И вот сейчас, когда дыра в пенсионном фонде становится не меньше, а только растет, возможно ли делать и по карману ли Украине налоговая революция? Вы правы. Такие революции делают с начала года, и анонс должен быть за полгода до ее начала. И так выходит, что, смотрите, у нас приблизительно 20%, вернее, 20 миллионов людей, которые работают, должны работать. Это европейский стандарт, половину населения страны. Если 40, 20 миллионов. У нас работают и платят налоги 10 миллионов. Всего 10. Не 20, а 10. А если взять европейский норматив по пенсиям, то у нас должно быть 8 миллионов пенсионеров, а у нас 13. Вот. И вот такая система, по моему мнению, возникла из-за высокого налогового пресса. Люди просто не платят налоги, и в этом проблема. И надо решиться. Но на такой шаг может решиться команда, которая искренно верит и понимает, что и как нужно делать в динамике для того, чтобы все работало. Если это навязывать кому-то, то лучше не начинать. Лучше, ну вот тогда так и будем мы, там, то 5% вводить, то 6%, то еще что-то. Но вообще я бы запретил новые налоги на 10 лет. Уменьшать и сокращать налоги можно, увеличивать и вводить новые нельзя. Ну вот такая должна быть хотя бы такая философия. Ну вот помимо заявлений Гитманцева, которые бывают достаточно часто, вы видите какую-то долгосрочную стратегию президента и парламента в отношении экономического развития Украины? Я думаю, что еще руки не дошли у президента. Он всецело сейчас поглощен проблемами с Россией. Вот. Ну и в принципе это понятно. Команды, команда, да, ну пока я, если честно говоря, не вижу. Так я скажу, что исходя из статус-кво, вот, законодательной базы, то, ну, как-то мы работаем. Смотрите, 10 миллиардов гривен получили по ВДП, там 1,250 миллионов долларов получили. Ну, все идет пока по накатанной системе. Вот. И, конечно, если мы хотим делать прорыв, то, ну, надо этот прорыв готовить. Такой прорыв могут делать только идеалисты и профессионалы. Давайте поговорим немного о Украине в 2021 году. Мы видели опять локдауны. Мы видим, что вакцинация идет очень слабо в Украине. Можно ли сделать сейчас прогноз на конец года, что вообще будет с экономикой Украины, если вот все будет идти в таких же темпах? Ну, слава богу, так будем считать, что первый локдаун заканчивается, по крайней мере, в Киеве. Вот последний локдаун, по моим оценкам, принес минус 1% ВВП. Я называю это своеобразный украинский вариант вакцинации. То есть люди болеют и получают антитела не от вакцин, да, а от болезни. К сожалению, ну, это шутка, но в ней большая доля правды. То есть мы уже потеряли 1% дополнительно. И поэтому прогнозы правительства 4,9% получить темпы роста ВВП скорее всего не будут выполнены. В первом квартале минус, во втором квартале, я думаю, будет плюс, потому что база сравнения очень хорошая. В прошлом году во втором квартале экономика провалилась. И поэтому, даже если мы будем топтаться на месте, мы покажем плюс. И в целом погоду, ну, думаю, 3-3,5%, если новых катаклизмов не случится. Александр, большое вам спасибо. С нами был Александр Савченко, доктор экономических наук и ректор Международного института бизнеса. Смотрите нас в YouTube, на Политека, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я, Инга Безерес, с вами прощаюсь.